Гимнастика это мир гармонии чувств, красивый и грациозный вид спорта, но невероятно сложный. Мечи, обручи, булавы, скалки. Эти предметы гимнасткам нужно максимально приручить, чтобы они не подвели в нужный момент. Об этом не понаслышке знают талантливые и самые пластичные юные спортсменки из различных уголков Беларуси, которые приехали показать свое мастерство и таланты на ежегодный открытый чемпионат города Бреста художественной гимнастики «Новогодняя сказка». Соревнования проводятся ежегодно на базе Брестской областной организационной структуры, в стенах Брестской рукструктуры. Отвечают за эти соревнования отделения гимнастики. Откровенно скажу, это самый красивый вид спорта, самый грациозный, но в то же время очень сложный. Ежедневно, наблюдая за учебно-тренировочным процессом, можно судить о том, что дети вкладывают столько труда, не только дети и тренера, в этот вид спорта, для того, чтобы получить уже сегодняшний наш результат, вот эти вот медали, вот эти вот победы. Вот поэтому очень сложный, с одной стороны, но в то же время очень красивый вид спорта. На нашем турнире 230 участниц. Они приехали из разных уголков Беларуси, из города Минска, это все школы государственные города Минска, а также клубы. К нам приехали девочки из Витебска, Барановича, Борисова и Слудска. Также на Брестскую представляют участницы Бреста, это наша Динамовская школа и клуб Виктория Олимп. Это все-таки один из самых сложных видов спорта, потому что дети сюда приходят очень маленькими, и они с очень раннего возраста начинают работать. И понимают, что такое работа, что такое дисциплина, это просто колоссальный труд. Ну, в принципе, не только ребенка, но и родители, и тренера тоже нужно это как бы уважать и учитывать. Елизавета Кривец – девушка, которая с пяти лет посвятила свою жизнь спорту, да еще какому спорту, где переплетаются сложные элементы с утонченностью и грацией – гимнастике. Елизавета сегодня участвует в конкурсах разного масштаба, не упускает возможности подчеркнуть что-то новое, подкорректировать свое мастерство, даже несмотря на то, что за ее плечами достойные достижения. Девушка уже успела стать многократной призеркой международных турниров, двукратной бронзовой призеркой чемпионата Республики Беларусь, а также получила звание кандидата в мастера спорта. Пришла в гимнастику я в пять лет, меня привела мама, но посоветовала мне воспитательница в детском садике. Сказала, что я достаточно гибкая, веселая, активная, меня надо куда-то отдать, не зря тратить энергию. Гимнастика – красивый вид спорта, и я точно могу сказать, что это достаточно тяжело. Мы тренируемся по две тренировки в день, это сложно, но благодаря этому у нас есть хороший результат, мы получаем медали на соревнованиях и представляем нашу школу. Я выбрала гимнастику, потому что мой брат занимается спортивной гимнастикой, я захотела тоже заниматься гимнастикой, и меня родители отдали на художественное. Тренировки проходят во все дни, кроме воскресенья. Когда соревнования, то вообще по две тренировки. Таких талантливых, ярких и неординарных участниц в новогодней сказке было немало, но каждая гимнастка индивидуальна, выступления самые разные, как по характеру, так и по технике. Определить, кто достоин звания лучше, для судей всегда непросто. Мы смотрим на то, насколько девочка умеет себя подавать. Во-вторых, это чистота исполнения упражнения. Это очень важно в художественной гимнастике, чтобы были красивые линии и чисто исполнено свое упражнение. А уже идет оценка по телу, то есть оценивается элемент, который делают дети, и, естественно, уже мастерство с предметом. Овладеть одним из самых красивых видов спорта художественной гимнастикой дано не каждому природная гибкость, а также ежедневные тренировки. Только так, не иначе можно добиться успехов. А результат гимнасток открытого чемпионата города Бреста налицо. Благодаря усердной работе над собой они оказались на пьедестале.